Чехия переживает нехватку педиатров. Многие медицинские вузы сегодня и вовсе пустеют. Главная причина – низкие зарплаты. Минздрав уже разрабатывает новую программу привлечения абитуриентов в университет. Чем это обернется для маленьких граждан Чехии и их родителей, расскажет Алексей Родионов. Самых маленьких пациентов сейчас лечат самые пожилые врачи. Именно с такой проблемой сталкиваются дети и их родители в Чехии. Средний возраст педиатра уже превысил 58 лет. Ситуация, говорят чиновники Минздрава, почти критическая. Дошло до того, что в некоторых клиниках страны профессия педиатра становится словом больше нарицательным, чем реальным. Только за прошлый год по нашему адресу поменялось пять участковых педиатров. Попасть к ним практически невозможно. Очереди просто неимоверные. Зная случаи, когда семьи вызывали даже скорые помощи, когда у ребенка обычная простуда. Иначе к врачам не добраться. Главной причиной отсутствия молодых специалистов стали низкие зарплаты, с одной стороны, и снижение престижности с другой. Еще одной причиной называют высокие цены на обучение в вузах Чехии. В прошлом году, например, на педиатрическое отделение Пражского университета недобор составил почти 40 процентов. Очень много молодых людей и девушек хотели бы стать врачами, но денег на это часто просто нет. Приходится брать кредиты. Есть ли смысл платить кредит, который равен твоей зарплате? Не думаю, что привлекает. Несмотря на все сложности, интерес к изучению медицины в Чехии, говорят, очень высокий. Однако факультеты вынуждены отказывать 9 из 10 кандидатам, желающим поступить в медвузы. Это связано с недостатком государственного финансирования бюджетной формы обучения. При таком положении вещей уже через 5 лет учебу закончит меньше молодых врачей, чем выйдет на пенсию пожилых. Алексей Родионов и Евгений Сумовский. Хабар 24. Чехия.